Уже почти целые сутки вся Россия обсуждает шокирующую и беспрецедентную новость. В связи с объявленной мобилизацией известные российские артисты по своему личному желанию организовали собственное подразделение «Новая Россия». Несмотря на то, что возраст большинства участников старше 35 лет, артисты решили, что в трудную минуту они должны остаться рядом со своим народом и защитить рубежи своей родины. Однако не все артисты оказались настоящими героями. Леонид Агутин, который дал предварительное согласие, позже изменил свое решение и устроил в военкомате настоящий дебош. Известный певец, находясь в невменяемом состоянии, ранил охранника, выпрыгнул в окно и сбежал из военкомата. Позже он был задержан. Командиры подразделения «Новая Россия» Михаил Пореченков и Федор Бондарчук вместе с полицией допросили Леонида Николаевича и впервые обратились к россиянам. По данным прессы, Агутин, придя в себя, раскаялся за свой поступок и принес извинения семье раненого охранника. Однако мера наказания для известного артиста пока неизвестна. По данным известных адвокатов, скорее всего, это будет уголовное, условное или реальное наказание в зависимости от состояния здоровья раненого охранника. Звезда девятой роты Федор Бондарчук и Михаил Пореченков в своем обращении к россиянам заявили, что российские артисты – это нормальные мужчины и в их мобилизации ничего удивительного нет. Пускай нам не 35 и не 30 лет, но мы имеем за своими плечами опыт реальной военной службы. Надеемся, что подразделение «Новая Россия» покажет себя достойно. Помимо Федора Бондарчука и Михаила Пореченкова прошли добровольную мобилизацию и вступили в подразделения такие известные артисты, как Антон Макарский, Владимир Рудовиченков, рэпер Птаха, Тимур Бодрутинов, Дмитрий Нагиев, Денис Клявер и многие другие.